Всем привет, друзья! Вы на канале Кухня без фанатизма. И я предлагаю сегодня вашему вниманию вкусное, малокалорийное и эффективное блюдо для похудения, которое, к тому же, очень просто готовится. Начинаю готовить! И в первую очередь я приготовлю фарш. У меня 300 грамм куриного фарша без кожи и жира. И немного зелени. Одну столовую ложку. Можно свежую, можно сушёную. Любую. Сюда я порежу одну маленькую луковицу. И вот так порублю, чтобы было помельче. И добавляю лук к фаршу с зеленью. И теперь секретный ингредиент. Овсяные хлопья. Добавляю 30 грамм. Это 2 столовых ложки. Блюдо лёгкое. И овсяные хлопья придадут этому блюду сытость. И благодаря этому наше лёгкое блюдо насытит вас на долгое время. Добавляю приправу для мяса. Там у меня перец красный, перец чёрный. Чеснок сушёный. Кориандр молотый. И паприка. И солю по вкусу. Сюда же добавляю одно яйцо. Можно без яйца. Но я люблю в фарш добавлять яйцо. И теперь хорошо, тщательно перемешиваю. Очень тщательно. Чем лучше мешаем фарш, тем фарш становится однородной, липкой массой, клейкой. Фарш готов. Пока что убираю его в сторону. Займусь другими делами. В сковороду добавляю сливочное масло жирностью 82,5% 40 грамм. И растапливаю. 200 грамм лука мелко нарежем. Отправляем лук к маслу. И продолжаем готовить. Огонь немного выше самого маленького. Лук очень любит сливочное масло. Поэтому получится очень вкусно. Я тоже люблю сливочное масло. Я тоже. Одну морковку весом 170 грамм натру на крупной терке. Че ты там сало снимаешь? Не смотри, через неделю только будет готово. Это просто очень красиво. Отправляем морковку к луку и продолжаем готовить. 560 грамм капусты нарежу соломкой. Отправляем капусту к овощам и продолжаем готовить под закрытой крышкой. Можно сразу подсолить, чтобы капуста выделила сок и чтобы блюдо наше не подгорало. Капуста любит сливочное масло, любит морковку. К ней в капусте очень трудно подобрать специи. По своему опыту я могу предложить вам молотый кориандр. Я добавляю в капусту. Капуста сочетается с молотым кориандром и черным молотым перцем. Вот эти специи нормально подходят к капусте. Еще лавровый лист. Ну, его я добавлю в конце. Пока все готовится, я приготовлю такие мини-тефтельки или фрикадельки. Фарш разделю на небольшие порции. Побольше, чем фрикадельки, но поменьше, чем тефтельки. Разделили и скатываем в шарики. Руки слегка смачиваем водой, чтобы такие вот круглые гладкие шарики получились. Когда капуста станет мягкой, примерно 5-7 минут прошло. Сейчас буду добавлять томатную пасту. У меня смешано половина, 100 грамм томатной пасты домашней и перечной пасты из болгарского перца. Значит, если кому нельзя томат или не любят, можно не добавлять. Можно добавить что-то одно, допустим, перечную пасту. Либо томатную, это на ваш вкус. Либо можно добавить сметану вместо этого. И блюдо тогда получится в сметанном соусе. Ну, то есть, тут уже ориентируйтесь на свой вкус и то, что можно. В общем, еще 5 минут под крышкой. Добавляю воду и довожу до кипения. Ну, воды тут нужно смотреть. Так, я добавила 200 грамм. Наверное, еще где-то 100 миллилитров добавлю. Все перемешиваю и довожу до кипения. И делаем небольшие лунки для тевтелек. И отправляем тевтельки в лунки. Все готово. Теперь готовим минут 10-15 до готовности на самом маленьком огне под закрытой крышкой. Так, время приготовления приблизилось к окончательному. Теперь я добавляю сюда пару лаврушечек. Их надо утопить. Выключаю нагрев. Накрываю крышкой. И оставляю блюдо на 5 минут, чтобы оно полностью дошло до вкуса. И буду подавать. Мое блюдо настоялось. Вот такое оно симпатичное, аппетитное. Можно подавать. Друзья, хорошо приготовленная капуста, мягкая, в отличие от недоготовленной, не вызывает никакого дискомфорта в организме. Вот. Это надо учитывать. Если вы любите сыроватую капусту, то знайте, что какой-то дискомфорт в желудке может возникнуть. Но если капуста хорошо приготовлена, никакого дискомфорта, никаких неприятных ощущений не будет. Посмотрите, какая красота. Всё очень вкусно. На сливочном масле. Капуста пропиталась соками от тевтелек, от сливочного масла. Просто очень вкусно. Вот такая вот вкуснятина. Пищевая ценность этого блюда 83 калории на 100 грамм. И при этом, благодаря овсяным хлопьям, это блюдо очень сытное. Если понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем удачи, отличного настроения, успехов в борьбе с лишним весом и до встречи в следующем видео. Пока-пока!